В год 75-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками на героической Брестской земле открыли первую интерактивную выставку интернет-проекта «Партизаны Беларуси». Это был 2020 год. Тогда экспозиция состояла всего из 70 снимков архивных документов, фотографий народных мстителей времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков. С того момента прошло чуть больше года, и инициаторам интернет-проекта уже есть чем гордиться. Данная база и данный проект начали функционировать в 2019 году, к юбилею освобождения Беларуси. И за это время на нем уже создано более 140 тысяч электронных карточек партизан и подпольщиков. Документов в разы больше. И архив планирует передать в электронный вид порядка полумиллиона документов, цифровых копий документов, которые связаны с персоналиями. Но кроме этого мы рассказываем и об отрядах, и о борьбе партизан, какие-то находим интересные истории, встречаемся с ныне живущими партизанами еще, встречаемся с их родственниками, записываем воспоминания и делаем большую такую энциклопедию партизанского движения электронную. В представленных на выставке документах рассказывается о боевых столкновениях и партизанских формированиях региона, подвигах и заслугах конкретных партизан. Но это лишь верхушка айсберга. Главное и ценное по исторической наполняемости находится на интернет-портале партизаны.бай. Проект уже посетило более 220 тысяч пользователей. Интерес к историям людей, которые делали все возможное и невозможное, чтобы одержать победу, не утихает до сих пор. Человек живет, пока живет его память. Точно так же и народ живет до тех пор, пока он сохраняет память. Память о своем прошлом, гордиться своими людьми, которые сделали много для победы в этой страшной войне и долг нашего поколения и, конечно же, молодежи сохранить эту память, чтобы те люди, которые отдали свои жизни за нашу страну, за победу, всегда эта память жила. Углубить знания о партизанском движении, прочитать историю человека и проникнуться ею, разыскать греческого родственника и узнать его судьбу – все это под силу масштабному интернет-проекту «Партизаны Беларуси». Для его реализации сотрудники издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Республики Беларусь проделали огромную работу и продолжают пополнение архивных документов о партизанском движении на территории Беларуси. Ведь благодаря этим материалам исказить историю будет невозможно. Я думаю, что этот проект – ответ для тех, кто пытается это сделать, кто пытается фальсифицировать нашу историю. И особенно важно для нашей молодежи, которая должна знать о наших героях войны, о простых людях, таких, как они, мальчишках и девчонках, которые в своей жизни готовы были отдать за свои семьи, за свою родину, за свою страну. Выставка заденет каждого, потому что нет такого человека у нас в Беларуси и на Брещене, в том числе, кого бы не коснулась эта трагедия и чьи бы родственники так или иначе не прочувствовали эту боль, трагедию и в то же время радость победы. Поэтому мы должны бережно относиться к этой памяти. Привлекает внимание публики и брендированный интерактивный стенд проекта «Партизаны.бай». С его помощью можно найти своих героических предков и узнать о них намного больше. Одной из первых это сделала Нарина Дринюк. Девушка искала данные о своем прадедушке, который прошел все тяготы Великой Отечественной войны. Интересно было бы, поскольку мой дедушка прожил 96 лет, но за всю свою жизнь он никогда внукам, детям практически ничего не рассказывал про войну, потому что он всегда говорил, что вам лучше не знать, что это такое. Вот, все, что он говорил всегда. То есть ни детям, ни внукам, ни правнукам никому ничего не рассказывал. После торжественного открытия выставки о подвигах и судьбах партизан почтить память павших героев во время Великой Отечественной войны отправились педагоги и студенты. В сквере Иконниково и в парке культуры и отдыха они возложили цветы, как символ памяти и уважения, а также почтили минуты молчания героев.